Все больше индусов лечится от рака нетрадиционными методами. Не способны оплатить дорогостоящую химиотерапию, пациенты обращаются к гомеопатии – виду альтернативной медицины, которой многие ученые считают мошенничеством. Но только не в Индии. В этой клинике в Калькутте лечит рак гомеопатическим препаратом псаринум. У 55-летней Малира Пур – рак яичников. Диагноз ей поставили в 2008-м. Женщина прошла три курса химиотерапии, но легче ей не стало. Однако теперь у Мали появилась надежда. Попробовав на себе псаринум терапию, она говорит, что размер её опухоли уменьшился. «Как только я стала принимать это лекарство, почувствовала сильные изменения состояния своего здоровья. Раньше у меня не было аппетита, и я почти ничего не ела. А теперь начала есть. Аппетит постепенно восстановился. Я быстро выдыхалась. Раньше я не могла бы говорить с вами так много, как сейчас. Но потом моё дыхание улучшилось, и я смогла гулять вокруг дома». «Преимущество такого способа лечения в том, что пациент может лечиться, оставаясь дома, и нет большой потребности в госпитализации». Жидкий препарат принимают внутрь. Курс лечения длится два месяца и стоит около 85 долларов. Для многих индусов решающим фактором оказывается именно цена. Мало кто в бедной стране может позволить себе дорогостоящее лечение. Врачи говорят, что псаринум терапия лечит более 30 типов рака, в том числе кишечника, печени, желчного пузыря, яичников и желудка. При этом препарат можно совмещать и с химиотерапией, если заболевание находится уже на поздней стадии. 62-летняя Мину также поделилась своим опытом. Она уже 10 лет живёт с диагнозом «рак поджелудочной железы». Когда её онколог опустил руки, она обратилась к гомеопатии и теперь говорит, что смогла вернуться к нормальной жизни. К слову, гомеопатия – это отнюдь не лечение травками, как считают некоторые. Препараты изготавливают из минералов, растений и животных. А псаринум, один из ключевых гомеопатических препаратов, вообще относится к так называемым назодам – лекарствам, получаемым из изменённых болезнью тканей и органов. Псаринум делают из чесоточной сыпи.